всем привет мои дорогие здравствуйте здравствуйте и так если вы меня хорошо слышите дайте мне пожалуйста обратную связь что все хорошо слышно я сейчас сижу на своем пек-ярде и у меня может быть включаться мой кондиционер поэтому если вдруг что вы пожалуйста пишите мне и я зайду тогда вовнутрь и так чуть-чуть подождем сейчас сейчас присоединяется у нас народ мы проводим сейчас нашу долгожданную встречу я очень вообще рада быть здесь спасибо большое что пригласили меня и так еще пару минуток подождем заходим пьем водичку так я пожалуй начну потому что у нас есть также другие участники этого марафона которые будут присоединяться чуть позже и не хочу задерживать никого небольшое такое предисловие скажем так смотрите а я живу в америке очень много общаюсь на английском поэтому иногда могу некорректно сформулировать на русском фразы поэтому пожалуйста не кидайте меня помидорами я буду стараться и за всех сил и так хочу поблагодарить во первых всех кто присоединиться к нам в наш эфир также хочу поблагодарить тех кто будет смотреть в записи и если вы также поделитесь этим эфиром со своими родными и близкими и друзьями это вообще будет клёво потому что я буду рассказывать вообще очень много и информация вообще бомба значит смотрите тема нашего сегодняшнего эфира я извиняюсь это гармония духа тела и разума то есть система женского счастья я буду заходить в поток потихонечку поэтому меня может сильно понести я буду стараться вообще все заявленные тему тематику до этого эфира здесь обговорить но если что пожалуйста пишите в комментариях пишите спрашивайте вопросы я вообще обожаю когда обратная связь и наверное для любого спикера когда есть обратная связь это просто золото когда разговариваешь сам сам собой это конечно не то пальто вот значит смотрите у нас сегодня будут такие я разберу такие темы на мой взгляд вообще самые главные которые помогают да то есть мне девочкам с которыми я занимаюсь за которых я коучу как бы быть счастливыми да то есть и быть в гармонии быть скажем так в этом мире радоваться жизни и темы такие сегодняшнего прямого эфира это будет у нас как быть мотивированный а то есть мотивация наверное это то с чего начинается вообще любое дело это то с чего начинаются ваши занятия в зале и ваши ваше правильное питание я не буду говорить насчет ваша диета вообще правильно сказать диета да от греческого слова это вообще образ жизни но сейчас это слово настолько исковеркали что люди когда слышат слова диета у них прямо дрожь по телу бежит дальше значит второй а вторую тему которую я хочу разобрать это как же ваши мысли все-таки влияют на ваш успех и на ваше здоровье между прочим как питаться правильно и без диет как подружиться с вашим телом и всем кто это слушает до конца все получат подарок от меня эта книга моя авторская книга где я разобрала полностью система правильного питания положила ее в настолько маленькую маленькое количество информации который будет очень легко вам и понятно это моя миссия можно сказать да то есть какую-то информацию которая тяжело вообще для для понимания других людей трансформировать в то чтобы было понятно даже пятилетнему до ребенку и второй подарок от меня девчонки а вам нужно будет написать мне в direct написать мне ваше имя фамилию и можете просто имя писать на самом деле и ваш номер телефона я вас законодактирую обратно и прям мы проведем с вами зум-консультацию бесплатную там где вы сможете спросить много вопросов какие вас волнует может быть по вашему питанию может под тренировкам по мотивации также да какие-то идеи для вашего может быть для вашего бизнеса для вашей жизни то есть это все через что я в принципе сама проходила обучилась многим системам и так вообще давайте расскажу вам о себе немножечко так то я такая вообще какого это вы должны меня слушать дальше что и что я такое говорю зовут меня юлия дарс я на данный самолеты летают здесь данный момент я живу в америке родилась я в маленьком городе в беларуси и в 20 лет я переехала в америку жить это была и моя мечта это первая мечта которую я оформировала можно сказать да и на тот момент конечно же 20 лет и никто у нас вообще в школах не не обучает о том что такое мечты и что нужно мечтать и что если вы будете мечтать и это будет ваше истинное желание она сбудется на тот момент я этого не знала я просто мечтала я сказала всем что я перееду в америку и буду жить в америке так и случилось 20 лет я одна переехала в америку прошла через 99 кругов ада вернулась обратно прошла еще немножечко вот я развелась счастливо развелась я была участвовала в бизнесе в большом где мы потерпели большие большие потери но в принципе это меня так скажем не остановила я продал продолжила свою путь я стала сертифицированным тренером по фитнесу и нутрициологом я чемпионка америки и арнольда классик номинации фитнес бикини я уже более семи лет работаю с людьми я работаю с девочками у кого не получается худеть например скажем да это моя специализация потому что я сама начала свой путь именно с этого я мне никогда не нравилось то как я выгляжу скажем так то есть это не было не было не было тела моей мечты и я вообще очень хотела на самом деле в залезть в джинсы хоть какие-то на самом деле мне это не получалось то как я выгляжу сейчас это результат моей работы долгих лет проб и ошибок да и сейчас вот пройдя вот этот вот скажем путь я уже знаю что работает и что нет и я работаю с в основном женщинами у меня есть несколько мужчин и я работаю в основном женщинами на мы сначала работаем конечно же на тем что какие лимитированные мысли у вас вообще в голове есть да по поводу диет по поводу занятий спортом многие вообще думают что занятие в тренажерном зале да это значит я должна себя убить я должна прийти в зал я должна заниматься так чтобы вообще десять потов сам с меня сошло иначе вообще никакого результата от этого не будет что вообще неправильно и я не знаю почему до сих пор эта тенденция существует в америке уже немножко это отходит на задний план да то есть много исследований на самом деле люди очень ленятся особенно тренера до фитнес тренера которые ленятся зайти в исследовательские какие-то журналы почитать что слушайте совсем не надо убивать своего клиента и отбивать у него вообще все желание идти в тренажерный зал поэтому вот я работаю именно в таком формате где мы очень учимся вообще за connect connect вот это английское слово соединиться скажем так со своим телом со своим духом со своим разумом соединиться полностью со своей душой а и в процессе тренировок вообще на самом деле наслаждаться им то есть кайфовать да от этого и так вот моя история в принципе да то есть я достаточно много перетерпела неудач очень много в своей жизни и скажу вам так что вообще как бы поражение они не фатальны да то есть насколько вы понимаете то что всегда будут спады взлеты и падения так как всегда есть какой-то порядок и какой-то хаос то ваша жизнь будет на самом деле намного лучше и когда вы к этому начнете относиться чуть-чуть попроще но к сожалению нас этому никто не учит и в связи с этим я сейчас через буквально наверное 20 дней я запускаю свою онлайн школу где я собрала все свои знания накопленные а я очень много читаю я очень много обучаюсь я очень много работаю с профессионалами с психотерапевтами с психологами нумерологами вот и я решила что не я решила мне скажем так это было мое такое послание да с от вселенной что эти знания нужно как-то систематизировать и помогать людям потому что у нас нету не в школе и никто нас этому не обучает да много книг конечно же по этому поводу но не у всех есть время там сесть прочитать 30 книг вообще знаете и потом еще есть сделать работу и достаточно информация тяжелая для понимания вот поэтому я запускаю свою онлайн школу фитнеса здоровья и трансформации своих мыслей поэтому всем кому кстати интересно пожалуйста тоже напишите мне в директ я вам дам знать это бомба это просто бомба со мной будут работать там психотерапевт и психологи нумерологи астрологи фитнес-тренера нутрициологи то есть там вообще бомбическая школа по которой просто я это моя мечта была и она наконец-то я как бы притяжение столько времени дошла до того что я хочу делать да и я считаю что школа это вот как раз то что это просто вот меня поднимает с кровати и с утра и я иду и делаю и вообще очень супер вот поэтому все девочки кому интересно напишите мне в личку по поводу школы я вам все расскажу чуть чуть поподробнее итак давайте мы пройдем пойдем уже по нашему сегодняшнему эфиру да то есть гармония духа тела и разума если это как система женского счастья девчонки опять пожалуйста пишите мне всем привет во первых пишите пожалуйста мне вопросы у кого какие есть пишите обратную связь если что-то непонятно потому что информации много я хочу вам как можно больше сейчас дать полезности поэтому если есть вопросы задавайте я обязательно на них отвечу и то есть я вообще считаю что мотивация это самое главное в вашей жизни во всех сферах и если сейчас у вас есть рустик руль рустик ручка и листик рустик то пожалуйста возьмите и для себя помечайте что вам приходит лично с надо то есть что такое мотивация мотивация в принципе то что вас движет то есть вы просыпаетесь стране с унылым лицом и состоянии призы опять этот день опять то же самое опять я сейчас встану опять я пойду куда-то я нападу на работу дети это то в принципе что так у меня сегодня сделал я хочу сделать это я хочу сделать это да то есть у нас вообще разные сферы жизни существуют в которых мы можем много чего добиться не обязательно быть всемирно известной и иметь свой бизнес да но мотивация это главное то есть вам нужно вообще для себя определить если мы вообще начнем изначально даже до мотивации то есть это то что вот я преподаю тоже в школе то что я сама прошла я сама то что делаю даю девочкам я вот пишу у меня тут куча вообще всяких моя миссия жизни да то есть что вообще я хочу делать где хочу развиваться то есть если мы возьмем даже кстати чакральную систему да у нас есть семь чакр то есть вы тут все прокаченные сто процентов вы знаете что это такое и можно ее по пара пара параллели да с системой маслова потребностей маслова да у нас там есть базовые потребности в защите в доме потом у нас есть потребности в общении потребности в реализации потребности в каких-то реализации себя как творческой личности потребности в общения с семьей, потребности общения с друзьями, в какой-то духовности, да, то есть мы вообще, наша душа изначально, это вообще самая чистая вещь, которая была, то есть все мы хорошие, но просто вот так получается, что где-то что-то случается, и у нас там всякие установочки от других людей, от общества, от того, кто нас растил, да, в нашу голову влазит, и поэтому мы где-то теряемся, опять же, почему-то, что у нас нету какой-то системы обучения нормальной, которая бы нам в этом помогала, и я вообще прострадала очень много сама для себя, я не думаю мотивации, просто бери и делай, я вообще в этом смысле очень много, да, прострадала, потому что все-таки, когда особенно переезжаешь в Америку один, и у тебя нет поддержки никакой, то есть у тебя все только на тебе, и знаешь, если ты не будешь делать, то никто не сделает это для тебя, то есть дома, там, семья, где-то что-то поддержит, здесь этого не было, вот, поэтому для меня вот определение того, чего я вообще хочу делать в жизни, это вообще, это основное, ключевое, поэтому для вас, я считаю, что это вообще самое главное, с чего вы должны начать, вы должны прописать свои какие-то потребности, свои творческие реализации, не бойтесь, мечтайте, пишите, как бы это там сумасшедше для вас не казалось, никто не запрещает, то есть у вас вы лимитированы только вот здесь, то есть насколько у вас есть установки, да, какие-то, что я этого не добьюсь, значит вы этого не добьетесь, точно так же работает, я боюсь чего-то, да, я этого не хочу, как-то так получается, что вообще вселенная не понимает, не хочу, она вот как-то не замечает, да, она только хочу, то есть сколько, насколько вы сильно чего-то не хотите, 100%, скорее всего, это у вас в жизни и появилось, вот, поэтому прописать твердо свои мысли, свои цели, свою миссию жизни, что вы хотите сделать, да, для себя тоже, да, не как мама, например, или жена, а для себя лично, не надо растворяться ни в ком, ваш, что вы хотите, вот, и уже оттуда, да, начинать себя смотреть, а как же мне себя мотивировать-то, да, потому что, ну давайте будем, мы не живем там, да, как монахи, где-то, чтобы мы сидели там днями, медитировали и все было хорошо, мы все-таки живем в реальном мире, да, скажем так, у нас есть куча забот, куча каких-то вещей, которые мы должны делать, и иногда вот это ускользать, да, то есть там, я не хочу, там, даже если мы возьмем, например, красивое тело, да, какая, например, мотивация у меня, ну давайте так, я вам приведу свой пример, если это с вами тоже как-то откликается у вас, вы для себя можете записать, вот я вообще, смотрите, вы пришли в этот мир, да, и уйдете одна, и я вот, например, такого вот мнения, я хочу самой себе нравиться в зеркало, вот я хочу смотреть в зеркало и не типа, ух, вот тут бы вот это убрать, и это убрать, и это убрать, и вот это убрать, а я хочу смотреть и говорить, вау, нифига себе, да я сама себя хочу, я офигенно выгляжу, и я в 50 выгляжу на 30, я притягиваю мужчин, на меня оборачиваются, мне дарят комплименты, что, конечно же, как женщине, это вообще просто, это наш воздух, да, когда нас замечают, на меня налазит вся одежда, не одежда, которую там я могу себе позволить из-за того, как я выгляжу, да, вся, любая одежда, вот это моя мотивация, моя мотивация в том, чтобы я не ходила, не тратила свое время на врачей, деньги на врачей, на таблетки, да не хочу я этого, мне есть много чем заняться, поэтому моя мотивация для того, чтобы поддерживать свое тело в шикарной форме, и она самая большая для меня, то есть мне не надо смотреть там на других теток, да, как они выглядят, я поверьте, я тоже выглядела вообще не ахти, я в свои 20 лет считала, ну, я никогда не считала, что я выгляжу офигенно, скажем так, когда вот я была, я немножко была чуть-чуть там, и вся мне говорили, да нет, чего ты, я, мне не нравилось, да, и я, мне это не нравилось, но я понимала тоже, что если мне это не нравится, да, мне надо что-то с этим делать, сидя, закладывая третью шоколадку, да, и типа, это мне не нравится, ничего-то нифига мне бы не помогло, и иметь систему какую-то для тренировок, и прежде всего, давайте скажем так, по поводу тренировок, да, сейчас я в потоке, поэтому я сейчас буду везде, это же не должно быть какое-то наказание, то есть вообще я не понимаю, почему вот сейчас, особенно многие тренера, да, я смотрю, как они тренируют вообще своих там клиентов или онлайн, это как наказание, вы как будто в армию попали, и вас там, знаете, там, 10 отжиманий, давай, приседай, я тебе сказал, блин, так не должно быть, ну, может, кому-то это нравится, для меня вот главное, да, я прихожу в зал, вот я вот этой системе в своей школе, кстати, обучаю, я прихожу в зал, я делаю полностью дыхательные упражнения, да, то есть я продышу, я, во-первых, продышиваюсь, то есть я опускаю, я успокаиваю свое тело, я контактирую со своим телом, дальше я начинаю делать такую суставную гимнастику, скажем так, да, то есть чтобы мне, кстати, почувствовать, вот, допустим, если я плечо, плечи разминаю, вот я разминаю вот так вот, да, я кайфую, я как будто оргазм получаю, да, да, вот, я чувствую свое тело, и от того, как вы будете чувствовать свое тело, будут зависеть ваши результаты, потому что просто взять гантель и переставить ее с вот этого места на вот этот, да, ни хрена не поможет, да, или по инерции что-то там откидать от себя, ни фига это не поможет, нужно взять и вот я, вот я чувствую, вот я вот именно вот этим, да, это если мы говорим про зал, то девочки, можно заниматься вообще 30 минут в день, вот так вам достаточно, самое главное, это не спешить, это быть в потоке с собой, когда вы занимаетесь, это кайфовать от своего тела, это делать движение, да, если вы, например, давайте возьмем пресс, во-первых, да, то есть вот эти миллион скручиваний, ну, хорошо, если один кубик вам подарят, окей, вообще так не работает, да, то есть вообще как эффект, давайте так, эффективность, да, не количество, а качество, что такое пресс вообще, как он работает, на пресс отвечает за выдох, вот если вы сейчас возьмете, поставите ручки вот сюда, вот где у вас пресс есть, вот вы вдохнете и выдохнете полностью, 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 вы почувствуете, как сократились ваши мышцы пресса, да, вот оно, то есть, вот, например, вакуум, да, который все знают, о чем я сейчас говорю, но никто этого не делает, оно, самое эффективное упражнение для укрепления стенок вашего пресса, и когда вы качаете пресс, девчонки, не надо вот этих вот бесполезных, вот этих движений тела делать, нужно правильно, можно за 15, даже за 10 повторений, можно очень прочувствовать пресс и эффективно его прокачать, да, то есть, соответственно, мы уже снижаем время работы, да, то есть, мы увеличиваем эффективность и снижаем, сколько вы там, ну, трудитесь для себя, и вот вы качаете пресс, вы делаете вдох и выдох, и сжали, сжали себя, все, достаточно, 10 повторений с вот таким вот продышанием, продыхиванием будет вам достаточно, это раз, во-вторых, я считаю, что каждая девушка, вообще женщина, обязана уделять себе время для себя, для своего тела, да, то есть, в ваша душа пришла в ваше тело, теперь ваша ответственность, чтобы за этим телом ухаживать, окей, поэтому это ваша прямая ответственность, кстати, потому что, как бы, душа, она вот отжила и улетела, а у вас есть определенное количество времени здесь, на земле, поэтому почему бы не нормализовать, не гармонизировать полностью все и уделить себе 30 минут, блин, в день, 30 минут, вы в инстаграме 100% сидите больше, чем вы можете себе уделить время, это 100%, и вот вы уделили себе 30 минут, позанимались, продышались, прокайфовались, и все, но, смотрите, как легко, быстро, не надо ничего придумывать, не надо 2 часа в зале убиваться, вообще, не надо 2 часа, это просто мега-мега ужасно, вот, то есть, мотивация такая, да, то есть, я уже немножко отклонилась от курса вообще, мотивация моя, например, опять же, повторюсь, это то, что я хочу охрененно выглядеть, и даже если со мной мужчина не будет, да, то есть, со мной рядом не будет какого-то определенного мужчины, я знаю, что любого мужчину я смогу, в принципе, привлечь, потому что давайте будем откровенными, все-таки мы, как бы, визуально, мы смотрим, да, изначально мы видим, я тут сейчас не говорю про какие-то, знаете, мерки, фигуры, да, то есть, я, например, себе нравлюсь, кому-то я не нравлюсь, да, для кого-то я слишком худая, например, для кого-то я слишком сухая, но мне нравится, вот, и я притягиваю таких же мужчин, которым это нравится, меня вполне устраивает, если, допустим, многим мужчинам нравится, когда у женщины есть какой-то тут жирочек здесь, 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 да, это супер, это шикарно, но, опять же, вашими упражнениями вы не просто как бы будете себя в форме держать, во-первых, себя будете хорошо чувствовать, во-вторых, качество кожи, давайте начнем с того, там, все юлитик, все это такое, это важно, в-третьих, все-таки физические упражнения, какие-никакие, ну, такого количества гормонов вы не получите просто ни от чего, ну, возможно, от секса, кстати, еще чуть побольше, вот, ну, физические упражнения, когда сделаны с душой, когда вы там, когда вы не думаете о том, чего там вам надо сделать, и вам бы лишь, там, 30 минут ногами туда-сюда отмотать, они вас настолько поднимают по духу, ваше тело было создано, чтобы вообще двигаться, сейчас мы сидим и ничего не делаем, поэтому, конечно же, у нас там начинают болеть колени, а что такое боль? Боль вообще живет в нашем мозге, кстати, очень хороший, интересный факт с неврологией, и когда у вас есть какая-то боль, ваше тело вам показывает, чего-то там ты неправильно делаешь, да, то есть ты либо сидишь слишком долго, либо ты просто как бы насилуешь себя сейчас, давай-ка пойдем подвигаемся, хотя бы какая-то прогулка, начните с 5 минут в день, да, не ставьте себе планок там, я пойду сейчас 2 часа буду гулять, ты зачем? Начните, вам нужно привить в себе привычку, привычка начинается с чего? С простоты, привычка должна, новая привычка должна быть настолько простой, чтобы вам не надо было на эту привычку писать, где-то организовывать, какое-то время отставлять для себя, то есть 5 минут в день, вышли, зашли, вы начали уже это, 3 приседания в день, присели, супер, похвалили себя, я молодец, вчера я этого не сделала, сегодня я сделала эти 3 приседания, блин, я просто супер детка, окей? то есть тело, мотивация, это все вместе, если вы двигаетесь больше, неважно что, включите музыку, протанцуйтесь, девчонки, я обожаю вот это, это просто, это шикарный метод для вас, растрясти ваш весь депресснят, стресс, снять всю негативную энергию, мы женщины, мы вода, да, то есть мы вот, мы двигаемся, мы плавные, и у нас, когда много энергии негативной скапливается, да, мы как такой надутый шарик, вот включили музычку себе, да, если у вас нет времени там позаниматься, да, включили музыку, любимую песню, и просто продрыгались, вот продрыгались, пропрыгались, офигенно зарядились, позитивной энергией, все, тело подвигалось, вы пошли дальше, окей? то есть это вот мотивация, вторая, кстати, мотивация для многих моих клиентов, это то, что, почему, например, они хотят похудеть, да, почему они хотят правильно питаться, научиться, потому что у них есть маленькие дети, и вот, например, вот я сейчас работаю с девочкой, она 300, подождите, 240 паундов, это разделите на 2,2 примерно в килограммах, да, это была, вот она похудела сейчас на 32 паунда, это 16 килограмм меньше, чем за месяц, ее мотивация главная была в том, что она пришла ко мне и говорит, послушай, ну, она замужем, да, то есть она такая семейная женщина, она говорит, моя мотивация это в том, что я хочу с детьми играть, я выхожу на улицу, я делаю три шага, мои дети бегут, а я не могу, я задыхаюсь, и мне до слез обидно, что мои какие-то вот привычки, да, это опять же не наша вина, я объясню, ну, вообще, как это пришло в нас, но ей обидно, что она не может уделять время своим детям настолько, насколько бы ей хотелось, да, то есть подумайте сразу, если сейчас у нас разный контингент по возрасту, если у вас нету деток, давайте сразу подумаем о том, что, ну, ухаживая за своим телом, все-таки нужно, в первую очередь для себя, во вторую очередь, если у вас есть маленькие малыши, и потом ухаживают за ними, да, то есть вам намного проще, когда ваше тело здоровое уже, да, не когда у вас какой-то есть, например, лишний вес, и вам нужно его скидывать. Вот, окей, все, с этим мы договорились, ух, девочки, пишите вопросы, если есть какие-то, значит, мотивацию мы прошли. Дальше, что у нас, как ваши мысли влияют на ваш успех и здоровье? Ну, это понятно, да, по поводу успеха, наверное, ну, опять же, все прокачаны сейчас, все понимают, я неудачница, да, я неудачница, ничего не получится, да вообще, и это может, знаете, как проскакивать в ваших мозгах, вот просто так, и все, она как бы вот такой, как вот маленькая, маленький такой лучик света, или даже, что это, может, не свет, но что-то у вас там проскочило, вы на это даже не обратили внимания, но у вас есть эта установка, да, то же самое работает со здоровьем, когда вы, например, смотрите на кусок шоколадки, и такие, блин, я уже потолстела, все, еда, это плохо, если я это съем, так какой съем, я на нее смотрю, меня уже распирает, я смотрю на кусок хлеба, я уже поправилась, знаете, такое, да, выражение, там, типа, я смотрю на углеводы, и меня уже, типа, прет, да, вот, кстати, вот в этом есть доля правды, проводились исследования, и это подтверждено, да, кому интересно, можете пойти к доктор гугл и спросить, проводились исследования, в которых людям давали один и тот же, например, коктейль шоколадный, и им говорили, вот в этом коктейле, он один и тот же, то есть ничего не менялось, все, вот один и тот же коктейль сделали, одни и те же ингредиенты, одни и те же калории, и на одном было написано, например, 120 калорий, а на втором было написано 580, один и тот же, это эксперимент, Вот у людей, которые пили за 580 типа калорий, да, у них подскакивал кортизол, у них подскакивало там очень много гормонов, подскакивало очень много, ну, они там разные терминологии использовали, ну, скажем так, то есть они, в принципе, уже думали, что всё, у них сейчас это, и они, на самом деле, были больше в стрессе, скажем так, потому что они такие, блин, столько много калорий, сейчас я выпью, уже поправлюсь. Те, кто один и тот же шейк, да, один и тот же коктейль, те, кто пили 120 калорий, коктейль, вообще всё спокойно, сказали, очень лёгенькие, ничего там у них не поднялось, гормоны там, всё нормально, всё осталось. Поэтому, девчонки, ваши мысли в плане того, как вы выглядите вашего здоровья, вообще напрямую с этим связаны. Откуда всё взялось? Наша культура, да, как нас учили? Нужно съесть первое, второе, третье, компот, и потом догнаться ещё печенюшкой. Мы идём, когда в гости, мы что делаем? Мы там, ну, чай без печенюшки, это никуда, а что это? Нас так приучили, поэтому отучаться, конечно же, сложно. Но что вы можете сделать для себя? Есть же такие всякие способы, когда вы, например, пишете ваши аформации дня, или вы, например, спрашиваете, почему я себя так чувствую, почему-то у меня вот это, да, кто занимается такими делами, да, кто пишет дневник, например, почему я отреагировала именно так. Вот точно так же делайте, когда вы тянетесь за каким-то кусочком там шоколадки, да, спросите себя, а что это, почему я сейчас это хочу, почему я хочу вот этот съесть кусок шоколадки, что не хватает у меня. Обычно, если это какое-то сладкое, значит, в вашей жизни не хватает вот этого адреналинчика, не хватает счастья, не хватает забот, вы, может быть, со скуки вообще это едите, да. То есть вот прямо будьте осознанно тогда, когда с вашим питанием, да, то есть когда кушаете, например, ну не надо сидеть, кушать, смотреть телевизор, разговаривать по телефону или ВКонтакте, да, и просто вы типа съели и ничего не поняли, а что там я съела, непонятно, опять все, а все голодное осталось, да, потому что вы даже не замечаете, что вы делаете. Вот сделали себе какой-то вот у вас есть, допустим, обед, вы сидите кушаете, это у меня салаты, я вообще по салатам обожаю, и я сижу, и я вот просто чмокаю каждый кусочек, вот я понимаю, что я ем, я в салате, скажем так, да, то есть я там нахожусь, я абсолютно знаю, и я наедаюсь абсолютно нормально, мое тело не требует никаких потом там добрасываний компотами или печенюшками, то есть вы тоже, если это у меня получается, я не инопланетянин, вы тоже так можете, взяли, приготовили что-то, сели, внимательно посмотрели, что там, начинайте кушать, постарайтесь распознать, понюхать, например, да, то есть даже чакры, они же все, разные чакры связаны с разными, с разной сенсорикой, то есть вы посмотрели цвет, например, да, вот у нас есть там может быть перчик в салате, то, пятое, десятое, это все такое разноцветное, будьте в этом салате, вот кушайте, и прямо, вот ой, как вкусно, теперь, обязательно сохраню, теперь смотрите, например, когда вы тянетесь, да, зачем-то, ну, допустим, там кусок шоколадочки, как я уже объясняла, спросите у себя, зачем я сейчас хочу съесть этот кусок шоколадки, что это, это, это я действительно, я умру, вот если я сейчас не съем, я умру, то есть еда, вообще переедание, еда, да, у нас много рецепторов в животике находится, да, то есть у нас посылает там гад, да, то есть наша флора, там у нас рецепторы, которые реагируют на протеины, на углеводы, на жиры, и у нас общается наш желудок, да, все, это у нас такая большая-большая, красивая, огромная система, значит, смотрите, когда у вас, вы чувствуете какие-то, например, вы одиноки, да, вот тогда, например, спасибо большое, вот тогда, например, вы захотите себя удовлетворить едой, потому что, когда вы кушаете, у вас тоже вырабатывается очень много гормонов, гормонов радости, гормонов счастья, да, вот сто процентов вы, наверное, когда поели, покушали что-то, да, вы такая, типа, все, и пусть весь мир подождет, да, типа, баунтик, клево, а потом прошло немножко, и вы такие посмотрели, чего вы там съели, и пошел, а дальше у нас такое, о май гад, ого, что же я такое съела, все, я уже поправилась, все, бегу заниматься, бегу растрясать, а нет, я вообще есть не буду, вот это самая вообще офигенная вещь, когда люди себя наказывают, да, там, я не буду есть, все, а потом они возвращаются и набирают, и еще больше набирают, потому что, ну, это не, понимаете, что система работает, когда вообще любая система работает, когда есть систематика, и это ваш организм, ваш организм требует заботы, ваше тело состоит из БЖУ, да, что это такое, пилки, жиры, углеводы, это нужно, они не просто там, вот три, три составляющих не просто так существуют, да, поэтому все, кто старается пройтись там, окей, я могу сказать, что для некоторых просто может быть немножко удобнее, немножко меньше углеводов кушать, для кого-то больше, это нормально, главное, чтобы вот у вас калории, да, были, и вы примерно туда попадали, в эти калории были активны, и все будет нормально, и можете, я ем хлеб каждый день, я ем мороженое, блин, каждый день на ночь, я ем шоколадки, и, в принципе, я очень довольна тем, как я выгляжу, да, занимаюсь я не как раньше, например, я занималась, хожу я два-три раза в неделю в зал, делаю, когда записываю видео для своей школы, например, я там каких-то 10 минут экстра потрясусь, но ваше тело нуждается, и у нас вот есть рецепторы, которые реагируют на протеин, поэтому там высокопротеиновое питание, это очень полезно, потому что почему вообще протеин, да, почему белки, белок, белок протеин на английском, ну, надеюсь, вы тоже это понимаете, если какие-то слова попадаются, которые я говорю, вы не понимаете, пожалуйста, дайте мне знать, из белка состоим мы, ваши волосы, ногти, кожа, внутренние органы, гормоны, все состоит из белка, поэтому не удивляйтесь, когда у вас посыпались волосы, когда у вас кожа выглядит просто ужасно, да, когда вам 30, а вы выглядите на 50, это все из чего ходит, из база, база, что такое база, база, это то, что вы в себя кладете, окей, вот вы не можете построить офигенный дом на каком-то галимом там фундаменте, не будет он стоять, завалится он скоро, точно так же думайте о своем теле, вы строите свое здоровье и свое тело, соответственно, то, чего вы закладываете вовнутрь, то и будет выше, то есть ваши волосы, ваши ногти, это белок, поэтому я всегда советую вам с каждым приемом пищи иметь белок, например, у вас три приема пищи, завтрак, обед, ужин, да, к примеру, кстати, по-разному питаются, есть некоторые, кто питаются 6 раз, есть некоторые, кто питаются там 3 раза, скажем так, но это уже от вас зависит, то есть нету, давайте так, как вам удобно, блин, так и питайтесь, хватит слушать и читать всякую галимую информацию, нужно питаться 6 раз в неделю, ой, в неделю, 6 раз в день, не есть после 6, бред, все, забудьте это, вообще вытерпните, питайтесь так, как, блин, вам удобно, и все будет работать, ваше тело знает лучше вас, когда вам нужно есть, нужно просто себя прислушаться, к себе прислушаться, окей, значит, у вас, например, три приема пищи, завтрак, обед и ужин, все, вы взяли на завтрак, у меня завтрак один и тот же, блин, у меня нету разнообразия, потому что я выбрала для себя систему, которая я просто офигенно, мне нравится, мне не нужно заморачиваться, может быть, если бы я сидела дома с детьми, да, и там, я бы, конечно же, наверное, что-то пробовала разное, но у меня есть моя школа, на которой я сейчас тружусь, онлайн-школу, которую мы запускаем, у меня есть там еще одна работа, у меня есть клиенты, то есть, да мне некогда сейчас сидеть и вот это вот пир на весь мир, красоту наводить, я выбрала для себя то, что работает для меня, у меня с утра всегда омлет из белков и одного яйца, иногда бывает нет яйца, если я добавляю сыр, немножко фета сыра, греческого сыра и два куска хлеба, помидорчик, немножко сметаны, я с беларуси не смотели, плюс сметанка вкусная, но сметану я выбираю всегда низкой калорийности, то есть, все продукты, которые, молоко, сыр, у меня все с низкой калорийностью, а то и обезжиренной, да, кстати, они тоже полезны, тоже забудьте про вот этот миф, что типа обезжиренные продукты недоставляют вам кальция, бред, вот, дальше у меня идет какой-то перекус фрукты, обожаю фрукты, не бойтесь фруктов, блин, от фруктов никто не потолстел, еще не слышала ни одной истории, чтобы человека разнесло от фруктов, но и тоже в пределах разумного, конечно же, там, пожалуйста, не съедайте целый арбуз, типа, это же фрукт, да, то есть, вообще, это ягода, но по большому счету, то есть, вы скушали что-то, что вам нравится, вот что вам нравится, захотели вы чуть-чуть виноградика, скелли чуть-чуть виноградика, вот чувствуйте свое тело, дальше, у вас идет обед, с обеда вы сделали, у меня, например, всегда, это огромная миска салата, просто вот такая, вот такая, знаете, многие, кстати, часто говорили, такие, ты столько много салата ешь, у меня вообще-то даже вызывало вообще какую-то улыбку, типа, ну да, прикинь, и поэтому я так клево выгляжу, да, то есть, я вообще обожаю салат, девочки, овощи, это какой-то, может быть, шпинат, у нас есть такой, там, разные всякие листовые, салат латук или корейскую капусту я беру, режу, да, то есть, туда, туда я кидаю, например, окурсы, помидоры, могу туда кинуть немножко кукурузки, чуть-чуть грибочков маринованных, туда курочку, можете курочку замещать с креветочками, можете с рыбкой, можете, например, яйца сварить и туда кинуть, да, то есть, какой-то белок, белковая составляющая, опять же, у вас будет подарок от меня здесь, напишите мне просто в личку, чтобы я всех, всех, кто хочет, чтобы всем отправила, у вас будет подарок, книга от меня полностью, такая онлайн, моя авторская книга, где вы вообще найдете все, что вам надо, вот, вот, вот белок, вот что можно есть, вот это, окей, все понятно, вам будет все предельно ясно и понятно. Дальше, туда вы, я всегда заправляю каким-то очень низкокалорийным соусом, то есть, посмотрите внимательно, соусы бывают очень, очень калорийные, и даже если это салат, в соусе может быть там до 600 калорий в двух ложечках, поэтому это очень много, вот, и дальше на ужин у меня может быть какой-то стейк из говядины, либо курица, либо рыба, опять же, тот же огромный салат, но если я вот, например, пришла и такая, типа, не хочу я есть, ну вот не хочу, я не буду себя запихивать, я не умру, ничего страшного, я лучше вот это, то, что осталось и вдруг, вдруг испортилось, да, лучше я выкину, вот, понимаете, вот это тоже менталитет того, что нельзя продукты выкидывать, а можно себя засорять, да, ну, то есть, как бы в мусорку не пойдет, а вот если я съем, и пусть мне будет хуже, но мусорка не получит этот кусок, я вот съем это, да, вот не надо, пожалуйста, меняйте, меняйте свою систему представления, обязательно, свою систему представления о вообще питании, да, то есть, и чувствуйте свое тело, опять же, я повторюсь, вот мой день, я покушала салат, и я такая, хоп, низкокалорийное мороженое закинула каждый день, ну, практически каждый день, иногда бывает не хочу, но практически каждый день, мне по кайфу, да, то есть, я могу прийти, сесть, я не всегда смотрю телевизор, но у меня большая, как мне сказал мой нумеролог, у тебя большая голова с огромным количеством идей, и мне нужно от чего как-то отвлекаться, то есть, медитация, это утро, вечером, перед сном, но я, чтобы немножко шик-шик, я смотрю какие-то очень интересные фильмы, да, ну, фильмы со смыслом, иногда могу посмотреть какую-то комедию дурацкую американскую, в принципе, просто посмеяться и, знаете, отойти немножко, вот, так, это про питание, да, то есть, мы не выключаем ни одну группу ни белки, ни жиры, ни углевода, мы не убираем, прекратите съесть на диетах из яблока, окей, вес вернется, это не то, на чем вы можете сидеть, это то, что вам нравится, да, то есть, если вы все-таки хотите там скинуть какой-то вес, вы скинете только при условии, что вы можете на этом долго продержаться, да, на вот таком плане питания, еще не хочу говорить про диету, на таком плане питания вы можете достаточно долго просидеть, блин, если вы после первого дня чувствуете, что вы готовы умереть, это, а, очень большой дефицит, б, это не для вас, поэтому у меня вообще все мои девчонки, да, и то, что я буду в школе учить, кстати, в своей школе онлайн, как же это подобрать, такой рацион, да, у меня вообще есть, вот девочки иногда мне спрашивают, говорят, слушай, говорит, вот у нас есть там холл, да, мы созваниваемся на такое раз в неделю, мы смотрим, как идет процесс, где нам что-то нужно поменять, они мне говорят, слушай, вопрос, я вообще не очень чувствую, что я на диете, и я говорю, это плохо? она такая, ну не знаю, знаете, вот это одна из установок, да, которая в голове, типа, я недостойна чего-то получить, если я не тружусь или не чувствую, что я страдаю, да, то есть вот такой был посыл, то есть она это в другие, положила в другое русло, но, то есть вот эта установка, что мы должны что-то так, мы либо страдать должны, либо мы должны чем-то пожертвовать, только тогда мы что-то можем получить, вообще, это тоже, пожалуйста, записывайте вот такие вот свои установочки, выкидывайте их нахрен в свои головы, меняйте их, вообще никому ничего не надо делать, никому не надо страдать, вы создатель своей судьбы, и все, что вы в себе в голове не запланировали, и все сбудется, главное, это как тренировка попы, да, то есть прийти в зал, раз ногой махнуть, нифига попа не накачается, то же самое с вашими установками в голове, один разок сказать, у меня это получится, не получится, надо каждый день, вот это с утра выписываю, опять же, показываю вам сейчас очень быстренько, что у меня, вот это все, это все, что я делаю, вот с утра, вечером, да, я выписываю свои старые установки, меняю, я прописываю, и только так, только так вы накачаете мышцу вот здесь, вот, да, ваш мозг, который, конечно же, всегда будет искать более легкие пути, всегда будет искать, да съешь ты эту шоколадку, еще ты паришься, что-нибудь будет, и все равно ты же неудачница, все равно ты там такая, не влазишь в штаны свои любимые, все равно, и вы такая типа, ну ладно, хорошо, так уж и будет, нет, нет, тренировка, тренировка здесь, тренировка тела всегда должна происходить, нет, вы сразу ловите себя на мысли, где вот эта вот лимитированная ваша программка, и вы ее, щпок, меняете на так, нет, я не съем эту шоколадку, у меня уже будет 60 калорий дефицит, например, да, я могу это, я знаю, то есть меняйте установки, меняйте, это только, выбирайте установки, кстати, которые подходят для вас, например, одна из моих любимых установочек, это мой разум, это мой союзник на пути к успеху, да, то есть многие вот в духовности особенно, да, там вот такое, знаете, идет борьба разума, борьба тела, борьба духа, зачем, когда можно себе установить установку, что мой разум, мой разум, да, мое высшее я, вот это вот коллективное знание, он мой союзник, он меня ведет, поэтому я смогу все, и вот эта вот гармония вашего духа, тела и разума, да, это вот то, что просто дает вам невероятную силу и мощь, вообще вы настолько в жизни раскрываетесь сразу, когда у вас не идет эта внутренняя борьба постоянно, и, естественно, это с чего-то начинается, это начинается с дисциплины тела, это начинается с осознания, да, того, что хорошо, либо принятие полного, да, то есть, окей, у меня там толстая жопа, ну и хорошо, а я возьму и теперь эту толстую жопу превращу в свое оружие, да, я чуть-чуть поработаю, немножко там ее потяну, но мой попец будет мне теперь только помогать, вот так вот, вот у Джейло такая история, да, вы смотрите, она же не сидела, типа, блин, у меня такая толстая задница, что мне с ней делать, она работала, конечно, над своей фигурой, но она ее взяла, застраховала там на столько миллионов долларов, что все такие, так это же клево, типа, блин, такая жопа, это вообще классно, да, то есть вот так же с собой работаете, со своим телом, что-то не нравится, значит, не сидим, не ноем, а делаем что-то, да, берем себя в ручки, системы, опять же, кому интересно про школу узнать, блин, я вот, пожалуйста, пишите в директ, там такая информация, просто вау, и вы подбираете для себя, мы подбираем для вас какую-то систему, которая вам будет по кайфу, не которая у вас будет, как в армии, кнутом вот этим вот, да, то есть чем больше, чем больше вот это противостояние, тем больше вы будете от этого отдаляться, да, то есть зачем, когда это можно все в гармонии, можно вот пройти, вот прочувствовать, все классненько сделать, да, вот, и это мы, кстати, раскрыли, вот я сейчас теперь чуть-чуть это проговорила по поводу вот диет, да, то есть без диет, вообще, что такое диета? А диета, это из греческого, это наш образ жизни, да, то есть это сейчас, это слово перековеркали настолько, что как бы все теперь это боятся, ну, давайте мы будем использовать диету, как сейчас все люди понимают, да, о диете. Значит, когда все хорошо, в гармонии, да, душа, тело, разум, диета не нужна, диета не нужна, я могу сказать 100%, зная по себе, вот у меня было недавно тоже такой очень сложный период в моей жизни, у меня происходило расставание, мы долго вместе были, но просто понимали, что как бы, ну, это никуда не идет, и дальше развития не будет, и мы скорее просто лучше останемся там друзьями, нежели там вот в каких-то романтических отношениях, вот, но само вот это, это было тяжело, это было вот эти привязки эмоциональные, да, то есть это было, а что со мной не так? Конечно же, все какие-то вещи повыскакивали просто наружу, и мне было, ну, очень тяжело, очень тяжело, но я, когда это начала прорабатывать, опять же, то, что я даю моим клиентам, я сама это делала постоянно, да, то есть это в моей жизни происходит, и я с этим не, ну, как бы работаю, то есть это рабочий момент, вот, и я когда чуть-чуть себя немножечко, скажем так, привела в гармоничное состояние, и я потеряла просто сколько, у меня получилось 6 килограмм за меньше, чем 2 недели, я вообще ничего не меняла, ну, вообще ничего не меняла, я просто поработала немножко над своими установками, я не наказывала себя едой, да, как многие любят наказать себя едой, переев и так далее, и то подобное, я занялась хобби, я пошла, начала учиться там на гитаре играть, да, пошла, покаталась на роликах, да, у меня вот есть маленький щенок, я с ним пошла поиграть, вместо того, чтобы сидеть дома и там унывать, ну, то есть чем-то я занялась таким, занялась своим делом, да, то есть и такая, а, блин, у меня же школа там, я же, у меня же надо про школу, то есть у меня нет времени посидеть и похавать чего-то, знаете, такого вот, поэтому диета, это ваш способ, ну, из-за чего изначально вы поправились, да, потому что что-то недоставало вашей жизни, и мы возвращаемся в самое начало нашего сегодняшнего эфира, это давайте определим, что вашей жизни у вас не хватает, потому что если вы едой это замещаете, это значит 100%, чего-то там где-то какая-то часть ваших потребностей, тела, либо духа, либо разума, вас как индивидуальности и женщины отсутствует, посмотрите, что в какой сфере вашей жизни этого нету, и почему вы это заедаете постоянно, да, фуф, так, я сейчас чуть-чуть выпью водички, вообще классно, спасибо большое, поток просто офигенский, дальше, что у нас еще осталось, я хочу посмотреть, что у нас еще осталось по вопросам, мне тут немножко записано, вот это так, как бы все это делаем, а, все, мы, девчонки, мы прошли, на самом деле, этот самый, вот, отлично, практически у нас стоит здесь, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, пишите, я напомню вам, что все, кто смотрел, вы в прямом эфире, либо в записи, поделитесь со своими родными и близкими, если вам понравилась информация, если вы считаете, что это реально клевая информация, да, то есть я считаю, что это вообще офигенная информация, то, что то, сколько я потратила вообще денег на самообучение, на терапевтов, на всякие программы, курсы, да дофига, да, то есть вообще нормальный человек, ну, нормальный человек, то есть я в этом, как бы, это моя профессия, да, и плюс это моя жизнь, то есть вот я, мне посчастливилось заниматься моим призванием, вот, я вообще офигенно счастливый человек, и я офигенно, вот, вот, это моя удача, то есть я занимаюсь тем, что чем, к чему моя душа сюда пришла, вообще на эту планету, то есть это вот, я это нашла, вот, поэтому, в принципе, я трачу деньги, да, на саморазвитие, на книги, на профессионалов, какие-то методики, только лишь для того, чтобы мне потом это отдавать вам, да, вот, поэтому всем, кому интересно, опять повторюсь, я отправляю подарок, кто смотрел сейчас этот наш прямой эфир, напишите мне, пожалуйста, в личку, что вы были отсюда, что вы с прямым эфиром, что вы хотите подарочек, пожалуйста, что вы хотите подарочек, я вам отправлю книжку, где у вас вообще все понятно будет и все станет на место, а также всем, кому интересно поучиться, да, пройти школу, поучиться в школе, это школа, скажем так, школа фитнеса, здоровья и гармонии, да, там дух, тело и разум, где вот все, мы систематизировано, где мы даем просто все там всякие, а самые рабочие методы, потому что методов есть много, проработки ваших страхов, проработки ваших лимитированных убеждений, да, систему занятий, которая вам понравится, систему питания, систему питания, не диету, систему питания, которая в вашу жизнь войдет легко, и вы будете просто на седьмом небе от того, что вы, мало того, наслаждаетесь, так еще второе, это вы еще и худеете, у вас вы еще выглядите шикарно, вы приобретаете вот эту уверенность, вот эту женственность, вот это да, то есть я, это все связано, это все связано, то, как вы выглядите, то, что вы кушаете, это все ваше уверенность, если вы не уверены в себе, если вы не уверены в себе, ни одна сфера в вашей жизни нифига работать не будет, это самая первая, над чем нужно пора работать, это ваша уверенность, Не самоуверенность, а уверенность. Разные вещи. Ваша самооценка, ваша самоценность. Как вы себя оцениваете, как вы себя любите. Так что всем, кому интересно по поводу школы, пожалуйста, пишите мне в личку, тоже ваше имя, телефон. Я обязательно лично с вами свяжусь. Мы пообщаемся и посмотрим, нужно ли вам. Может, у вас всё хорошо, и вам вообще не надо в эту школу идти. А может быть, у вас всё хорошо, а вы хотите ещё лучше. И тогда вы придете тоже в школу, и все просто, вместо того, чтобы с нуля, да, или там снизу, с минуса, да, там подниматься наверх, я всегда всем советую, всегда анализировать вашу жизнь на каждом, каждый, каждый день, смотреть, чтобы не получилось, чтобы херясь вот так ниже линии, упали, а потом такие типа, ну все, вот это теперь, вот отсюда теперь я буду выкарабкиваться, да. То есть это труднее, чем когда вы видите, что что-то может начало разбалансироваться, и вы всегда анализируете, то есть это в школе мы тоже даем, как это делать, там, домашними заданиями, кураторами и так далее и тому подобное. Девчонки, спасибо большое, я прямо сейчас так наполнилась, клево, вообще ваша энергия, кстати, тоже чувствую все-таки энергетику, это очень крутая вещь, очень крутая тема, всем, кому интересно, пожалуйста, пишите в личку, опять же, подарок от меня, кстати, второй подарок это зум-консультация, будет тоже напишите, через несколько дней после эфира вы все получите, нам надо будет просто просмотреть, все семантизировать, кому подарок, кому зум, кто хочет зум, как мы групповой сделаем зум, может там, где мы, я уже могу, смогу с вами как бы индивидуально пообщаться, ответить на ваши вопросы, да, какие существуют. Все, всех люблю, обнимаю, спасибо вам большое, девчонки, вы супер, верьте в себя и все получится. Всем пока! Всем пока!